Доброго вечера! Я приветствую нашу аудиторию. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Приветствую вас, Алексей Лушников. Мы начинаем нашу традиционную программу «Ночной обзор» с Алексеем Лушниковым. Итак, здравствуйте. Мария, здравствуйте. Обзор будет наш с вами общий, как и всегда. Мы будем обобщать все те события, которые нас беспокоили эту неделю, взывали к какому-то разуму или наоборот, понимаете, провоцировали на какие-то поступки, давали надежду. Может быть, в каких-то моментах эту надежду забирали. Но это нормально, потому что неделя летняя, августовская. Это означает, что, с одной стороны, некие события так немножко отпускным периодом притушены. А с другой стороны, конечно же, жизнь продолжается в это интенсивное время, которое, ну, которым вообще спокойно никак не назвать. И оно, конечно, ужасное. Ну, я вам хочу сказать, что всё же мы хотели, так сказать, чтобы август прошёл ярко. И в какой-то части, наверное, Вселенная нас услышала и происходят какие-то необъяснимые совершенно явления, чрезвычайно яркие в Сергиевом посаде. Ой, да, слушайте, ну вот это, честно говоря, такое удивительно. Я слежу очень внимательно за событиями, которые там происходили и происходят. Ведь как всё начиналось? Всё начиналось вот с этого удивительного видео, которое вдруг попало в сеть, потому что никто не понял, была какая-то сводка, что-то взорвалось, что-то как-то. А потом вдруг раз, видео. Вот взрыв, столь сильный, столь сильный взрыв, столь мощный взрыв, конечно же, совершенно обезоруживает в том плане, что взрыв пиротехники, как нам официально об этом сообщили на складу, вот этом самом пиротехнике, выглядит абсолютно ничтожно, ибо наши зрители могут залезть в гугл, найти там взрывы пиротехники, посмотреть, как это красиво происходит. Но происходит так, что это всё взорвалось, в разные стороны летит, и ещё часа два, в зависимости от объёма склада, в разные стороны разлетаются ракетницы, фейерверки и так далее. Слушайте, ну это был один, возможно, там два совмещенных, очень мощных взрыва. Очень мощных. Гриб поднялся, ну, слушайте, мы просто в пропорции смотрим вот эти девятиэтажные и выше дома, мы видим, насколько высоко, сколько этих этажей, этих домов ещё можно поставить, чтобы достигнуть этого самого гриба, да, верха этого гриба. Мы знаем, что повреждено там порядка 50 жилых домов на минутку, многоэтажных. А видео совершенно ильпическое, снято свидетелями уже после того, как этот взрыв произошёл, видна огромная воронка, и на протяжении этой воронки всё раздолбано. Ну вот вообще всё. Ну, вот как-то мне не верится даже, простите, и по поводу дрона, потому что, ну, дрон не принесёт в себе столько взрывчатки, чтобы, значит, оно могло принести такой ущерб. Понимаете, мне показалось, и потом уже об этом многое писалось, что это всё-таки больше похоже на некую диверсионную акцию, где, может быть, подогнали какой-то грузовичок или какую-то машинку, где была какая-нибудь там взрывчатка приблизительно там в эквиваленте тонны, да, тротила, и произошёл этот самый взрыв. Что же взорвали, хочется спросить. Что ж такое? Что ж этот за завод оптикомеханический, который производил, в общем-то, с одной стороны, утверждали, что производила он и систему ночного наведения, и какие-то тепловизоры, и оптические прицелы, и всё-всё-всё-всё, всё, что связано с боевой оптикой. Потом пошла, знаете ли, другая информация. Ну, естественно, московские областные власти стали всячески рассказывать, что ничего особо страшного не произошло. Они начали всячески нивелировать вот эту историю, что, а чё, господи, да-ка действительно, чё ж там, господи, 50 человек... Узкий метеорит, например. Да, 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 вот, кстати. А это Пасадский. Да, да. Ну, кстати... Заборский. Я даже думаю, что им уже в пору, в принципе, применять старое название. К чему, я так считаю, эти экивоки? Экивоки, да. Но вообще мы не будем забывать, ну, это уже такая более мифологическая диома о том, что там же рядом находится, значит, ну, вот резиденция русской православной церкви. И если это просто Господь там послал, значит, правильно, но немножко промахнулся и попал, значит, в завод. Понимаете, что сошествие благодатного огня ошиблось, потому что, как известно, ещё в советских времён карты очень неточные. Всегда стремились советские сделать в картах сознательно ошибки, чтобы когда будут, значит, захватчики, попалзновения свои, значит, завершать, значит, вылазки на эту вот скрепную землюшку, что тогда им не будет способствовать удача, потому что все карты будут неправильными. Ну, вот удивительно, что Господь Бог, получается, пользуется их картами, а всё-таки не системой GPS. Слушайте, да, там действительно это интересно, потому что, ну, это, конечно, такая очень лирическая часть нашего выступления. Ну, а вот касаемо каких-то реалий, то, ну, действительно, вот есть ощущение диверсии, и она очень, ну, она очень яркая, эта история. Ну, и, слушайте, там же, ну, вот мы знаем, что там много людей, ну, женщина одна, вот она, к сожалению, которая там была, она сгорела, вот она погибла, а вот восемь человек, вот четырёх нашли пропавших без вести, нашли живыми, а, ну, где-то кто-то позагулял, а вот восемь вообще не могут найти, и известно, что там нашли тоже, там, части тела разных людей, там, и так далее. Вот предполагается, что чуть ли не восемь человек может быть ещё дополнительно погибших. Ну, это и естественно, потому что взрыв был такой мощности, вот такой мощности, что, ну, это, в общем, ну, я даже не знаю, с чем это вот сравнить, вот в каких-то имеющихся таких вот представлениях в наших, там, реалиях, да. Нет, наверное, таких вот в России современных, не было таких вот больших взрывов, ну, вот за последние годы, полтора года с лишней войны не было. Ну, вот, тем не менее, это произошло, и здесь, в связи с этим, надо видеть какие-то, ну, назовём прямо политические последствия этого процесса. Ну, вот, во-первых, смотрите, тоже надо говорить об этом совершенно прямо. Если предположить, что очень объективно можно предположить, это есть диверсия со стороны, значит, ВСУ, то тогда, почему нет, да, ну, вот военный завод, то есть это как бы логика, поэтому Васильевич присутствует. Нет, подождите, диверсия может быть только у них там внутри. Со стороны ВСУ это абсолютно легитимная военная цель, как и любая другая на территории этого террористического консорциума. Ну, конечно, я имею в виду, что в данном случае СИО есть подготовленный акт, да, с помощью которого нанесён удар по предприятию, которое занимается поставкой соответствующих компонентов для войны, да, вот для войны, мы здесь фиксируемся. Вот ещё, понимаете, что очень важно вот в этой фиксации, вот такой нюанс, такой момент, что, смотрите, но ведь любой, по сути, ну, человек с Украиной, он легко может быть в разведке, да, так сказать, его легенда может быть лёгкой для, значит, проникновения внутрь территории России. Язык тот же, культура, близкая, скажем так, традиции. Я-то с вами категорически не соглашусь. Дело в том, что просто украинцы во многом билингвы, просто украинцы, многие владеют русским языком, а то, что язык не один и тот же, это я вам скажу, как человек, который учит уже семь лет украинский язык, и едва ли я приблизилась к тому, чтобы владеть им действительно так, чтобы можно было вот гордиться в полной мере, хотя делаю большие успехи. Так что тут... Конечно, я принимаю вашу поправку, тем более, что я имею в виду, конечно, это имеется в виду для вот русского полицейского, да, который остановил человека на улице. Для него это просто уроженец Ростовской области и всё, понимаете? Он никогда никак не отличит его, поскольку всё очень похоже, да. То есть это не Германия. А знаете, всё почему? Всё потому, что ещё в 28-м году Россия, РССР или что это тогда, как оно там называлось, оттяпала украинские земли вплоть до Воронежа. Это всё потому, что на самом-то деле... Об этом мы потом как-нибудь с вами поговорим. Просто вообще-то говоря, ну, всё время они какие-то карты там предъявляют, рассказывают, что где было, а на самом-то деле Украина простиралась, почти до Воронежской области. Да, это тоже там эти факты все. Да, я понимаю, о чём вы говорите, но вот всё-таки вернёмся к взрыву, да. Вот некие политические последствия. То есть количество групп, которые находятся или в законсервированном состоянии на территории России, или перешли границы и находятся по заданию ВСУ где-то на территории России. Ведь любое, по сути, представьте себе, ну, любое предприятие, которое выпускает что-то или двойного назначения, или чисто военное, ну, оно не может обеспечить свою безопасность ровно настолько, чтобы туда не проник какой-то, ну, посторонний человек. Тем более, если это находится где-то в глубине России, где-то в провинции. Ну, ладно, там в Москве можно что-то защитить, какой-то генеральный штаб или ещё что-то, да. Правильно ли я вас понимаю, Алексей, правильно ли я вас понимаю, что вы не удовлетворены редкостью таких попаданий? То есть можно ли сказать, что, учитывая всё вами сказанное, пылать и гореть должно уже повсеместно практически любое военное предприятие на территории террористического консорциума? Я подхожу здесь с политической точки зрения тех людей, которые работают на этих предприятиях. Вы же понимаете, да? То есть мы к чему подходим? Человек, который идёт на работу и знает, что его завод или фабрика, или ещё что-то, шьёт военную одежду, форму, да, или производит какие-то компоненты, которые... Он сам прекрасно знает, для чего всё это происходит и для чего это всё производится. Он находится вне зоны безопасности. То есть он подвержен повторению такого вот пиротехнического эффекта, о котором нам говорят московские областные российские власти. Ещё обратите внимание, это очень важно, потому что они поняли политическую составляющую. Ибо всячески в информационных программах, первых, двух, трёх пропагандистских каналов, упоминание о взрыве в Сергеево-Посаде вытаскивалось, убиралось. Этого не было. Всячески занижалась информационная составляющая. Говорят, что там, господи, хлопушки взорвались, какая проблема? Где там только в клопушке не взрываются, там в августе месяце? Вот везде. Понимаете? То есть все поняли, что существует некая политическая история. Если её раскручивать, её анонсировать, её информировать, то очень может быстро случиться, что подобного рода явления станут порядком вещей. А если они станут порядком вещей, то будет подорвана практически ну вот вся, до сегодня абсолютно безопасная, казалось бы, для этих людей, да, жизнь по производству войны, она будет подорвана. И здесь, конечно, имеет огромный психологический эффект этот взрыв в Сергеево-Посаде. И последствия его продолжатся. И я бы назвал это третьим фронтом. После второго фронта, вот как мы с вами знаем, взрыва вот этих кораблей, значит, которые, большого десантного корабля, как мы знаем с вами, в Новороссийской бухте, и взрыва соответствующего танкера, химивоза, да, в районе Керченского пролива. Вот это все, это фронт, это третий фронт. Да, с таким тавтологическим названием. Алиния-Игорский горняк, 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 да, вот это вот. Именно так, ну вы же знаете. Как мы с вами уже по этому поводу в прошлой нашей программе очень редко заметили. Поэтому мне кажется, что вот этот некий внутренний фронт, он является сегодня, ну, или анонсирован третьим фронтом. К этому добавляются, понимаете, нарушающие воздушное пространство, России, входящие уже как к себе домой. По всей видимости, все-таки украинские дроны. И у нас недели не проходит, чтобы там два-три, значит, два-три налета, даже неэффективные, даже ничему не приведшие, просто остановившие движение самолетов какого-нибудь Домодедова или Внукова, или, не дай бог, Шереметьева. Ну, я в кавычках, не дай бог. И, соответственно, в связи с этим мы что имеем? Мы имеем некое ощущение прихода именно вот этой самой составляющей, составляющей войны не только на землю Украины, но и перенос его, конечно, в российские регионы. А это категорически важно, ибо это подрывает путинский режим, именно вот эта стабильность. Вот вторым фактором, я не знаю, какой это номер этих войн, я бы перешел здесь немножко к экономике и к финансовой системе. Мне кажется, это интересно, Марина. Хорошо, я согласна, я только могу прокомментировать, что вот эти оазисы коррупции, которые просто являются каким-то манком, потому что они светятся всеми цветами радуги даже ночью, какой-нибудь аэропорт, который вы упомянули, или Москва-Сити, ну, просто, понимаете, как вам сказать, ну, как какой-то мотылёк, что ли, влекомый этим светом, всякий раз дрон, ну, вот приземляется где-то на такой вот башне, и действительно о безопасности там уже можно забыть. Это, безусловно, к лучшему, если особенно учесть основных бенефициаров и владельцев всех этих коррупционных оазисов. Да, совершенно соглашусь с вами. Вы знаете, вот мы сейчас переносимся в экономику, мне кажется, что вот вопрос экономики, он категорически важен, ибо это, наверное, одна из тех формул стабильности, которая до буквально начала июля месяца казалась вполне монументальной, ничего в России, собственно, не происходит, всё держится нормально, ничего, пожалуйста, хотите Мерседес, этот Мерседес будет дорого, придёт из Казахстана, ждать надо на дону. Я знаю, что вы сейчас скажете. Давайте. Доллар под 100 рублей. Да, я, конечно, начал бы к финансовой истории, потому что мне кажется, что она имеет серьёзное очень значение. Я не являюсь, конечно же, финансистом и экономистом, подхожу с точки зрения политических последствий, но мне кажется, что это очень важно, ибо с точки зрения оценок русской валюты, рублей, валюта была признана третьей в мире по своей значимости падения, то есть она самой нестабильной на третьем месте. Поэтому это, мне кажется, очень серьёзное заявление. В такой степени нестабильности рубля я не могу припомнить вообще. Ну, а с учётом того, что до дефолта, значит, по-моему, дефолт был 17-го, ждал у нас, 17-го августа 98-го уже года, правильно? 98-го. То есть 20-го. Да, 28-го. Кириенко, премьер-министр. Да, да, да. То есть вот скоро будет юбилей, скоро будет юбилей 25 лет дефолту, и, соответственно, к этому, по всей видимости, рубль придёт с юбилейной единицы в 100 рублей за доллар, ну, а евро вырастет, по всей видимости, до 110. Мне кажется, стоит напомнить нашим зрителям, потому что, может, кто забыл, уже ладно, про залоговые аукционы и всё прочее, конечными бенефициарами чего, конечно же, являлись. Всё те же на арене, те же на манеже. Тот же Путин, тот же Чубайс, тот же Абрамович, тот же Кириенко. Но они предпочитают не связывать почему-то с этими личностями. Рыбки Гупи считают, что это были лихие 90-е, забывая при этом, что ровно этими людьми, которые не людьми, вернее, которые сейчас у власти, эти 90-е и были организованы. Но тут ещё бы хотелось сказать, с какой лёгкостью одним рощерком пера Кириенко избавила россиян от трёх лишних рублей, от трёх лишних нулей на купюре. То есть я хочу сказать, что когда мы говорим, что он подбирается к 100 рублям за доллар, всё-таки это ещё не того масштаба галлопирующая инфляция, которую, конечно, брался тогда прежде, ну, так сказать, санировать в кавычках Кириенко. Поэтому это скромное достижение по сравнению с 98-м годом. Однако, посмотрим, может и впечатлит россиян. Да, уровень Кириенко тогда, как премьер-министр России, который был, собственно, и назначен для этого самого диполга, это особо отдельная роль, конечно, крайне интересная история, об этом когда-нибудь надо обязательно поговорить подробно. Но я бы сейчас вернулся вот к нашему сегодняшнему дню, именно вы абсолютно правильно сказали, что всё равно скачок валюты, её стоимость, падение рубля, оно приведёт так или иначе к конфликционным процессам. Что это такое? Это, по сути, выбивание основного камня, такого, знаете, краеугольного камня у путинского электората. Вот тех, кто не то, что там его заголосуют, про этих я не говорю, а именно про тех, кто вот его поддерживает в автобусе, в троллейбусе, в маршрутке, тех, кто отстаивают его интересы, тех, кто считает, что именно Путин отражает их интересы, да, вот в обществе. Поэтому здесь это является очень важным. И Центробанк, да, и пропагандисты российские, они тоже видят эту опасность. И, вы знаете, видно вот истерика Соловьёва, буквально закатанная там второго дня, по поводу, что видит Центробанк и что не видит. Слушайте, понимаете, он ударяет по Набиулиной и по Силуанову, которые, в общем-то, надо сказать, являются, я здесь говорю на полном серьёзе и с полной ответственностью, являются высокого уровня профессионалами. Только благодаря этим людям вот эта самая российская экономика не завалилась, как тот самый крейсер Москва, да, вот, в своё время. Ну вот, я думаю, что эти люди сыграли на режим Путина, но вот на Путина они сыграли очень много. И наезд сейчас Соловьёва и ещё ряда депутатов по поводу Центробанка, они тоже очень симптоматичны. Если Глазьев назначат, например, председателем Центрального банка, а министром финансов будет, ну, я не знаю уж кто, какой-нибудь там аналогичный с идеологией Глазьева, то мы пройдём с вами к быстрому завершению периода экономической, ну, условной стабильности, да, которая есть в России. И этому есть уже всякие манки, которые показаны на этой неделе. Вот есть такой замминистром... Чего же он замминистр-то? Сейчас скажу, чего он замминистром. Витя Виктор Евтухов, Минпромторг, конечно, Минпромторг. Вот он провёл совещание с региональными сетями ритейлов. Ритейл. Да. И сказал, что, слушайте, ну давайте так, цены повышать не будем, не будем цены повышать, не надо. А те, вот представляете, сюда можно с этим согласиться. Говорит, да, конечно, не будем. Но это в пирогисказе. ТАССа, телеграфного агентства Советского Союза, я хотел сказать, нет, ну, просто агентство ТАСС, да, вот, то есть, понимаете, ведь к чему приведёт фиксация цен? Фиксация цен приведёт к старому советскому простому приёму. Эти товары исчезнут из магазина. Понимаете, да? Неважно, какой это товар... Дефицит. Дефицит, да. Помните, как у Райкина, да? Ну, хоть чтобы был маленький дефицит. Мощальство завсклад любит, ценит, уважает. Почему? Завсклад на дефицит ценит. Пусть будет изобилие, пусть всё будет, но пусть чего-то не хватает. Вот он здесь будет не маленький. Он будет здесь вполне нормальный. Конечно, он не дойдёт до советского, потому что всё равно рыночная экономика остается рыночной экономикой. Советский Союз – это другая совершенно ипостась, и мы не можем здесь перекладывать другую совершенно модель. Но факт сбоя каких-то, вот знаете, они же говорят, вот социально важный продукт. Давайте зафиксируем его цену. Значит, вот эти все магазинщики, да, сети вот эти торговые, они говорят, да, давайте зафиксируем, как мы рады. Мы всё это... А почему они рады? Они рады по той простой причине, что этого не будет, и у них этот, простите меня, геморрой за мой французский снимается с плеч, понимаете? Этот товар просто не будет. Поэтому не надо фиксировать его цену. Не перед кем отвечать. Потому что, ну, конечно же, а кто ж? Они говорят производителю. Знаете, вот производит этот какой-нибудь хлеб, например, да? Вот он стоит там 2 рубля условных, да? И ему говорят, слушай, старик, мы у тебя купим, конечно, вот то, что у тебя стоит по производству 2 рубля. Но раньше ты нам за 3 продавал, а теперь мы тебя купим за рубль. Ну и чего он? Он что, будет делать этот хлеб и продавать? Так он же ему не выгодно. Он не будет доплачивать за этот хлеб сам. Поэтому он его просто не будет производить. Или сделать какие-нибудь булочки с изюмом, понимаете? Которые будут по 16 рублей идти. Или еще что-то. Но не социальный хлеб, а те, которые будут, ну, подороже. То есть мы придем к тому, что вольно или невольно производитель будет не заинтересован производить дешевый продукт, который сети, торговые сети берут у него меньше той себестоимости, которую необходимо ему вложить, чтобы произвести этот продукт. Все. Знаете, картина Репина, приплыли, и остаемся без этих продуктов. Ну, конечно, без них можно жить. Потому что есть другие, более дорогие люди, у которых низкий достаток, которым мало зарабатывают, у которых сейчас поднимают цены на все. Они это запомнят. Потому что вот в этот период вот этот протест холодильника, он сработает. Он даст знать. Они поймут, что та стабильность путинская, которая была, она куда-то потихоньку уходит. И привычных их дешевых продуктов куда-то, вот куда-то они деваются. Вот. И, естественно, все это приведет и к скачку цен в окружающем, в окружающем ореоне. Это производит, ну, это вот, это невозможно пройти по-другому. Сейчас сеть полна буквально разного рода очевидцами, которые производят, кто-то ткань производит, кто-то продукты питания, кто-то там еще что-то. И они говорят, что, ну, какая там инфляция, там, 3-4-5 процентов. У нас, говорит, на пошивку материал, только материал составил, внутрироссийский, на 20 процентов подняли цену. И прочее, что и как я буду этот материал закупать, чтобы потом, значит, предлагать свою продукцию по тем же ценам, которые не могу. И это будет не 5 процентов подъема, не 3 процента. Это будет полнометражно, там, 15, 25, 30 процентов. Поэтому к концу года мы подойдем с определенным инфляционным скачком. И к этому надо будет быть готовым. И это важнейший фактор для разрушения путинской стабильности. Здесь надо говорить об этом совершенно откровенно, поскольку прежде всего это касается самых дешевых сегодня товаров, которые будут или вымыты, вымыты, понимаете, да, из торговли, или на них просто придется поднять цены, потому что на других. Они могут сажать в тюрьмы, значит, производителей. Они могут, значит, еще что-то. Этих самых торговые сети директоров пачками отвозить на Магадан. Понимаете? Но суть не поменяется. Просто нечего будет продавать. Они сделают какую-нибудь государственную корпорацию, какой-нибудь российский хлеб, понимаете, и будут этот хлеб печь там и прочее. Но ничего не изменится. Себестоимость все равно будет та, которая будет на рынке. Второе, что вам придется сделать, это отменить рыночную экономию. Вы ее отменить уже не сможете, хотя очень много голосов раздается. И вот товарищ, не помните этого слова, Глазев, некоторые из этого кружка умелые руки, вот они как раз и предлагают некую абсолютно новую модель, где основа всего является, ну, если брать квинтэссенцию, именно является отказ от рыночной экономики, а переход к плановой экономике. У них есть и аргументы свои, почему это плановая экономика. Это не просто так. И говорят, да, в советские годы плановая экономика, она была очень несправедлива, она была неправильна. Почему? Потому что не было компьютеров. Как они могли вручную на калькуляторы сосчитать всю экономику? Теперь у нас есть мощнейшие компьютеры, которые обсчитают всю экономику страны, и мы сможем вынести, что, где, когда надо, значит. Ну, это я не знаю, я не экономист, я не могу говорить здесь, знаете. В моем представлении это, значит, все-таки чушь, но здесь надо спросить у экономистов, возможно ли сегодня переход от рыночной экономики к плановой. Вот у меня какие-то представления, что вряд ли это возможно. Ну, без распада, значит, собственно говоря, самой экономики. Вот я, собственно, все хотел сказать по поводу вот этого роста цен. Мне кажется, это интересно, поскольку, безусловно, эта неделя охарактеризовалась, ну, опять же, подъемом курса валют, попытками государства начать регулировать процессы ценообразований. Это не первая попытка, так было и раньше, это не новость. Просто сейчас, вот видите, Виктор Ихтухов, вот это все пошло, значит, в каком-то новом ключе, в новом росте. Потом, понимаете же, это то, что доносится до нас. Все, что есть в открытых источниках. Я вас уверяю, внутри того вот этого процесса, внутри кремлевского процесса, ну, вот по моим каким-то внутренним сведениям и ощущениям, вокруг курса рубля, вокруг удорожания цен, сейчас паника. Они думают, что сделать. И реально нет, вот уже сегодня, нет объективно рыночных критериев, которые могут вывести. И виноват в этом, собственно, сам Путин. Потому что вот он предложил вот эту игру с дружественными, недружественными валютами. Мы освободимся, значит, от недружественных, будем только в юане жить и так далее, и так далее. То есть, по сути, мои знакомые экономисты говорят, что никто не может к нему подойти и сказать, собственно, Владимир Владимирович, вот там курс-то это вот из-за тебя, да, вот из-за твоих таких немножечко, так сказать, эстравагантных решений, которые ты принял когда-то, вот мы его-то начинаем расхляпывать. Поэтому есть предположение, что это никто не сделает, а он будет постаться это тушить. В какой-то момент произойдет замена в Центробанке. Я уверен, что Найбюлина уйдет. Я думаю, что из Силуана... Она, кстати, давно хотела уйти. Как только уйдет Найбюлина, все, ну вот это крейсер Москва. То есть, в экономическом плане, я имею в виду, крейсер Москва. И уже же ушла ее зам, как ее Ксения, я ее просто фамилию запамятовал, ее заместитель, она ушла. Она была одна из самых толковых. Она была одна из самых таких, вот, знаете, там, всем строить трамваи направо. Она регулировала этот процесс. Сейчас она ушла в помощники, там, куда-то что-то, какие-то проекты вести. Ну, типа, значит, соответственно, осталась одна Найбюлина в этом процессе. И, естественно, Найбюлина, по, знаете, мнению многих языков, злых или не злых, добрых или не очень, давно уже хотела соскочить с этого крейсера, понимаете. Она не единожды, по моим сведениям, это мои сведения, более того, подавала заявление, проскакивала в нее, хочу уйти, там, и так далее. Ну, ее не отпускают. Почему не отпускают? Потому что вот она единственная, значит, кто реально может... Ну, она талантливая, талантливый человек в своем месте. Она специалист. Вот. И Путин это понимал. Вот сейчас начавшаяся кампания по поводу травли Центробанка, министра финансов Силуанова, которую вот совершенно четко проявил Соловьев в своих, значит, спичах, в своих ужасных этих... Не знаю, как эти программы называются, его телевизионные. Так вот, это видно там, что конкретные имена, конкретно вот наезд. Что это означает? Вот мы посмотрим. Будет Путин защищать ее? Не будет защищать? Это очень важный момент. Еще раз повторюсь. Третий раз повторюсь. Что уход на Биулиной и впоследствии играет от Силуанова привлечет к российской экономике ту же судьбу, что привлекла вот к этому самому русскому кораблю в Черном море. Алексей, я думаю, что как бы высоко вы не ценили таланты этой дамы, у меня каждый раз, знаете, какой-то страх перед тем, как произнести в эфире ее фамилию, потому что, понимаете, все, что она делала, соответствует более другому общеизвестному российскому глаголу. И буквально поменяв одну букву местами, все становится как раз на свои места, с ног на ногу. Поэтому что она делала и насколько даже она со всеми своими этими, так сказать, талантами, как вы выразились, может еще долго или могла бы еще долго на фоне всего происходящего, что-то удерживать, ну, я думаю, что даже если он не уволит Набиулину, то, тем не менее, тем не менее, экономика рухнет, но, может быть, на неделю позже. Ну, значит, я все-таки вот против, ну, знаете, против чего я? Недооценки, объективные недооценки каких-то вот специалистов, которые существуют у Путина и которым тот пользуется. Не знаю, как ему удается ими пользоваться, может быть, они запуганы, может быть, они куплены. Для меня сейчас не имеет никакого значения морально-этическая сторона значит, Эльвира Набиулиной. Я говорю о ней исключительно как о специалисте в той деле, в котором она существует. Ну, давайте оставим эту часть, мы просто здесь зафиксируемся, посмотрим, что будет через неделю, потому что, конечно же, движение есть, и это движение прогрессирует. Опять же, мы в августе, мы не забываем, да? Сейчас только начинается середина августа, вот, а значит, все самое интересное еще должно произойти впереди. Так я считаю, что первая неделя тоже была яркой. Мы с вами начали программу с вот этого пиротехнического парада в Сергиевом Посаде. Конечно. Нет, слушайте, ну, я вообще не хочу помешать значения августа. Вот тем более еще, знаете, вернусь немножко вот с того, на чем мы закончили с вами в прошлой программе. Помните, у нас же был съезд у Суидид, следит вот это совещание, которое провела Саудовская Аравия, где 43 страны, как сейчас мы уже знаем, приняло участие. И действительно было крайне любопытно, что же там произошло. И вот только сейчас, в принципе, мы понимаем, что там произошло. А что там произошло? Там произошла, ну, вот такая вот удивительная история. Некоторые это недооценивают. Вот я бы все-таки хотел нашим зрителям предложить более серьезно к этому отнестись. А именно почему? Да, не было заключительной резолюции, которую они должны были бы подписать. Не было никакого комменюки, которое бы было подписано. Но это и абсолютно не главное. Потому что основные игроки сказали, мне кажется, почти официально, да и что значит почти официально, абсолютно опубликовано это было. И подтвердил министр иностранных дел, и спецпредставитель Китая, например, что мы выступаем, как они сказали, за признание территорий, государств и, соответственно, справедливые отношения к этим территориям. То есть, по сути, он подписал для Путина очень неплохое, очень такую, не очень такую, ну, это несколько отличается, я бы сказал так, от тех переговоров, которые они ввели в Москве. Ибо тогда они ни о чем, как сейчас мы понимаем, уже не договорились. У Путина был свой план, у Китая был свой план. В первом пункте он коррелируется и с программой Зеленского, которую тот выдвинул. Соблюдение прежде всего вот этого самого территориального статуса государства по тем границам, которые являются общепризнанными, которые ложатся в рамках Организации Объединенных Наций. И вот это является неким ключом для дальнейшего разбития переговорного процесса. И вот мы здесь услышали от китайцев, что они, да, вот мы настаиваем на этом. На чем мы настаиваем? На том, что границы Украины не пересматриваются. Ни в каком виде. Понимаете? Это очень важный момент, потому что он влияет... Если позволите, Лёш, я тут ставлю немножко свои пять копеек. Смотрите, что касается незыблемости границ, уважения к территориальной целостности и суверенитету, это всегда говорил Китай по той как раз причине, что они всё время говорили, что принципы ООН должны доминировать в международном праве. Значит, в данный момент, как я полагаю, все участники в этой части едины. Безусловно, для всего мира, так скажем, цивилизованного, для большинства цивилизованных стран является, конечно, наверное, таким мерилом этическим, в том числе, как раз-таки мирный план Зеленского, потому что там учтены все особенности, которые необходимы для того, чтобы как можно быстрее воцарился прочный мир. И тут, и тут, есть только, в принципе, одна, как я вижу, причина, по какой не было подписано финального коммунике. Я думаю, что всё упирается в то, что Украина совершенно справедлива. ведёт и будет вести боевые действия вплоть до того момента, пока освободит свою территорию. До международных признанных границ, соответственно, это границы 1921 года. Призывать Украину к прекращению введения боевых действий, или там, к каким-то там прекращению огня, или ещё что-то в этом духе, прежде чем оккупанты свалят полностью со всей прекрасной украинской земли, я считаю невозможным, аморальным и неэтичным. Поэтому в этой части, если бы, конечно, что-то вот, то есть, не знаю, что должно было произойти, и они бы написали именно чётко именно вот эти позиции, что сначала выводятся полностью все оккупационные войска и вообще всё присутствие оккупанта с украинской земли, а уже потом будет прекращение огня, то тогда, я думаю, что и был бы финальный коммуникант. Но так как вот в части последовательности этих действий западные, восточные, я не знаю, южные, какие угодно партнёры вот продолжают в этой части пытаться обойти острый угол, то вот поэтому не получается подписать всем вместе финального коммуники. Но тем не менее, я с вами согласен здесь, но тем не менее, сделан решающий шаг, потому что удалось собрать представителей абсолютно разных сторон, разных цивилизаций и без участия России, чтобы обсуждать эти вопросы, правда? Мне кажется, что это является очень важным, и мы так понимаем, что ещё тут был крайне короткий срок, за время которого произошла эта конференция. Тоже это очень важный момент. Понимаете, мне кажется, что здесь такое достаточно правильное движение вперёд, но, а пока это движение происходит, вот некоторые события с Китаем происходят и в России. Вот я просто хотел бы об этом рассказать, может быть, кто-то это пропустил. Вы знаете, вот существует граница Казахстана и России, и там пятеро китайцев, китайские граждан переходили границу, ехали по туристической визе в Россию. И вот что бы вы думали, по какой-то причине российские пограничники решили их покошмарить. Ну, вот, во-первых, пять человек, они их задержали, и, ну, вот говорят, что достаточно жестко обошлись с ними. На протяжении четырех часов они допрашивали их, кошмарили, достаточно жесткие были допросы, вот, и в результате их въезд был отклонен, туристические визы были аннулированы для вот этих граждан Китая. Соответствующим заявлением буквально на следующий день выступил МИД Китая. МИД Китая, который попросил дать разъяснение причины, по которым все это произошло. Ну, зная, как устроена российская политика, эту часть можно разбить на две части. Ну, конечно же, всегда существует инцидент этого самого исполнителя. Но не четыре часа подряд допроса. Понимаете? Могут там нечаянно, случайно дать морду, еще что-то. Это могут делать случайно, почему нет? Понимаете? Нахамить могут. Ну, то есть, это как бы нормально. Я бы сказала, экспресс исполнителя в таком случае. Да. Но потом всегда появляется какой-то начальник, который понимает, что у него карьера, что он уже пропилил нужный фланец для того, чтобы строить следующую звездочку, а тут вдруг его и что-то еще. и учитывая вот эти четыре часа допросов по одному, потом аннулирование визы и все, что с этим связано, мне кажется, что это, знаете, такой вот, ну вот, показать китайской стороне, что она совершает какие-то в политическом смысле не те поступки, которые бы хотелось Кремлю. Ну вот так намекнуть, ну мягенько, мягенько так. Ну вот просто вот взять, вот так это рассказать и показать. Я вижу здесь, конечно, некое московское кремлевское согласование этого процесса. Не уверен, что кто-то из пограничников или таможников на какой-либо границе, тем более на границе Казахстана, пойдет на прямое обращение с таким приоритетом гражданам Китая, которые сейчас, кстати, это сказано, вот в этом самом заявлении МИДа Китая дружеские ведь отношения с Россией. Ведь вот они возвращаются, а вот такого вот отношения они как бы противоречат вот этим дружеским отношениям. Ну и так далее, да? То есть мне кажется, что это некая ну вот некая такая мы, конечно, можем говорить о конспирологии здесь, но мне кажется, что это абсолютно реальная вещь. Как реальной вещью являются вот некоторые события, которые произошли также на этой неделе, а они были обусловлены, но мы знаем вот эти все истории, которые и те бомбежки, которые подвергалась Украина, да, вот за эти дни и всего того, что связано и с элеваторами, и с зерном, и с самой вот этой зерновой сделкой и прочее, прочее, прочее. Там огромные пласты информации, наши зрители при необходимости это прочитают, и мы видим, как какая-то сторона где-то там замедляет, где-то отвечает и так далее. Так раз, понимаете, у нас произошло таких два достаточно любопытных события, о которых не могу просто не сказать, но, во-первых, в крупном, очень крупном, кстати, коммерческом порту Турции, Дерин-Дже, называется он, Дерин-Дже, недалеко от Черного моря, кстати, вдруг произошел крупный взрыв. Там были повреждены 13 из 16 элеваторов, где находилась пшеница. Ну, до сих пор нет какой-то вот такой членораздельной версии того, что там произошло. Мы об этом просто задумались. Ну, вот как-то так неожиданно. Вот тут у нас там зерновые дела пошли, а в Турции вдруг произошел взрыв 13 из 16 элеваторов при загрузке портовой пшеницы. Ну, ладно, ну, что не бывает, ну, наверное, случайность. Почему нет? Всякая случайность. Но вот тут, знаете, сегодня произошло такое интересное событие. Вроде взрыв, вроде не взрыв. Ну, что-то точно пожар огромный на зернохранилище в торговом порту Ля-Рошеле. Вы помните там, где Д'Артаньян, там, вот там, в Ля-Рошеле, во Франции, на юго-западе Франции? И там расположены зерновые терминалы на огромной территории. И вот тоже пожар. И опять, вот, понимаете, вот это все, вот это как? Это случайность? Ну, там, вчера одно, сегодня другое. Все одно и то же. Где-то взрыв, где-то пожар. Может, тоже пожар через взрыв. Понимаете, вот мне вот это как-то с точки зрения теории чисел и теории вероятности накладывает некие другие ощущения, как некую, такую, знаете, может быть, ну, не получилось вот так, так вот так, а если не вот так, так и так зайдем. Понимаете, давайте, не будем торопиться с выводами, потому что, конечно, могут быть случайности. Могут быть, могут быть. Я в жизни встречался, знаете, с удивительными случайностями, но в этом случае что-то мне напоминает некую определенную последовательность злонамеренных действий. Дело все в том, что это очень вероятно какая-то злонамеренность. Смотрите, в прошлом году Путин думал, что своим отказом поставлять газ в Европу, в частности, в Германию, ну и так далее, тогда, когда он начал шантажировать поставками, он думал, во-первых, всех сначала напугать, а когда те на это не среагировали, он думал, что теперь-то я их всех заморожу и не смог этого сделать. То есть, похоже, понимаете, как в травматологии есть такой термин «приимничный вывих». Почерк выдаёт иной раз маньяка. То есть, мы сейчас можем иметь дело с очередным проявлением вот его патологии, которые выражаются теперь уже не в желании заморозить, а вот в желании заморить голодом. Большую часть зависящих от подобных поставок стран просто. И что касается истории со взрывами в Турции, то, в принципе, конечно, в Украине сразу говорили о том, что хорошо бы присмотреться внимательно к тому, что произошло, ещё не дожидаясь вот этого пожара в Ля-Рошене. И то, что оно происходит последовательно одно за другим именно тогда, когда как раз-таки страны хотят начать договариваться без России, что продемонстрировало сейчас всё высокое собрание Саудовской Аравии. Страны хотят без России продолжать зерновые поставки, независимо от её участия или неучастия в них. Вот это желание стран, оно страшно бесит кремлёвского карлика и чувствуется, что он действительно пытается нажимать уже теперь на все кнопки, потому что те кнопки, на которые он рассчитывал, они у него не выгорели так, как он хотел. Плана Б, как всегда бывает в его случае, у него просто не существует. Кричать, орать можно кого угодно, репрессировать можно, как вы правильно говорите, пачками, увольнять можно, грозить там, я не знаю, и расправляться сколько угодно с теми, кто там его окружает и можно требовать диверсии в данном случае как раз это слово применимо в разных странах, потому что наверное есть специально подготовленные Петровы и Башировы, которых пока ещё не удалось поймать на месте преступления. Вот это очень похоже на террор, который Путин распространяет уже теперь просто на весь мир. Да, и вы знаете, я бы здесь после этих слов перешёл бы ещё к одной, мне кажется, крайне интересной теме, это буквально вот только что прошли вот эти заявления, а чьи прошли заявления, это международные издания об этом сказали, вот понимаете, вагнеровцы, вагнеровцы, помните, Вагнеров, Пригожин, Вагнер, вот они покидают вот эту самую Беларусь, о которой договорились, понимаете, вот почему-то покидают Беларусь, и вот спросили, а почему же вы покидаете Беларусь, и оказалось, что Лукашенко отказался финансировать в нужном объёме ВЧК Вагнер, ЧВК, ЧВК Вагнер, соответственно, поскольку у него нет денег, у меня сразу же возникает вопрос, ребят, скажите мне, пожалуйста, а вот вы когда там друг дружкам по телефону разговаривали, вот там уже в районе ближнего Подмосковья, когда уже на реке стояли, великое стояние у вас было, вот там что, финансы не обсуждали, когда решали, что теперь Вагнер будет, или вам кто-то пообещал, что за вас заплатят, ну как-то так, знаете, я даже предполагаю, кто пообещал, что заплатят, а потом вдруг в какой-то момент, когда всё уже улеглось, когда уже все ушли, когда уже процесс рассосался, когда страх прошёл, то чего я буду деньги платить, ничего не буду деньги платить, пускай сами как-то выкручиваются, понимаете, да? Ага, то есть вы усматриваете в этом во всём то, что наконец-то произошёл этот великий кидок после невеликого стояния. Вот, 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 да, это такие взаимосвязанные вещи, когда говорят врачи. Вот. А знаете, вот ещё, мне кажется, очень интересно, почему всё-таки вот Лукашенко-то никак, но всё-таки, понимаете, тот же сказал, что он тренирует армию, что там каждый взвод будет там самым лучшим боевым и так далее. Вот сколько слов было сказано, помните, провокаций по отношению к Польше, вот этот Свалковский коридор, который они хотели пробить и прочее, прочее, вот эти-то там, помните, сколько там текстов было вокруг этого происходило? Почему Лукашенко это не заплатил? Ну, он же мог прийти там и сказать, Владимир Владимирович, слушайте, ну, ладно там, ну, чё-то там пару миллиардов туда, пару сюда, ну, какая по сути разница? Зато у нас здесь будет боевой отряд стоять на нужный момент. Мы всё сформируем, всё сделаем. Вы знаете, у меня есть такое вот ощущение внутреннее, что, ведь, всё-таки Лукашенко, у него есть такая, знаете, такое природное чутьё, нюх такой, знаете, вот чутьё такое. И кажется, что вот сейчас, в этом августе, он почувствовал некую опасность для себя. Понимаете? Вот некую такую опасность для себя, что вот эти ребята из Вагнера вместе, может быть, с какими-то другими белорусскими частями, которые, кстати, далеко не все довольны самим Лукашенко, а известно, что один из больших командиров, генералов, он вообще чуть ли не в Москву отчёты пишет, то есть, как бы он вообще чуть ли не московский, там назначенец и прочее. Вот не будут ли они как-то в какой-то нужный момент, для кого, мы с вами можем только предполагать, задействованы для того, чтобы всё-таки посадить какого-нибудь своего Бабарику или ещё кого-то вместо товарища Лукашенко, понимаете, который будет позговорчивей и денег меньше брать, и народом больше любим, и сможет организовать, что для него, Путина, сегодня самое главное, мобилизацию внутри Белоруссии для вот этой самой вот войны. Это не значит, что надо наступать со стороны Белоруссии, мы знаем, что это практически невозможно, но очень сложно. Нет, просто подогнать мобиков, мобиков, понимаете, белорусских мобиков. Лукашенко отказывается это делать. Может это делать кто-то другой? Вот это, мне кажется, тоже такая вот история для изучения. Мы с вами уже когда-то говорили на эту тему, что появление Вагнера в Белоруссии может легко быть связано с интересами по отношению к Лукашенко лично, ибо эти там две тысячи или там четыре тысячи при определенной поддержке или не поддержке вооруженных сил Белоруссии могут легко сковырять Лукашенко с любого поста. Вообще проблем не возникли. Вот это тоже новость этой недели, которая любопытна. Лукашенко избавляется от Лагнера. Понимаете, да, вот это тоже интересно, понимаете, тоже может иметь последствия. Но здесь надо говорить, что любая вот эта история, если вдруг начнет происходить в Белоруссии, ведь это только кажется, что это произойдет там безболезненно, что они быстро посадят кого-то еще, вытащат этого Бабарику из тюрьмы, посадят его, скажут, что вот он-то на самом деле, конечно, выиграл. И какая там не Тихановская, что Бабарика там, да. Ну вот. Кстати, а почему и Тихановская? А, Тихановская тогда не волотилась. Бабарика, прекрасно. И, знаете, вот мне кажется, что это такой, может быть, вполне рабочий вариант, и к нему надо подходить к нам с большим вниманием, ибо сам этот процесс может развернуть ситуацию в самой Белоруссии. Я уже не уверен сегодня, что белорусы так легко пойдут, да, уже наученные вот этим опытом сколько лет назад, этими выборами и протестами, которые, помните, как они снимали, значит, сандалики и в носочках остановились на эти прекрасные скамеечки. Вот этот протест, невооруженный протест, вот такой мирный протест, он себя абсолютно уже отжил, и сегодня, наверное, белорусы это тоже прекрасно понимают, и если вдруг что-то случится, то до конца непонятно, куда это может выразить, понимаете, до конца непонятно, но то, что это, конечно, грозит за собой потери стабильности, и стабильности не только в Белоруссии, но и в России, это совершенно очевидно. Что ж, Алексей, вы знаете, мне кажется, у нас уже как-то традиционно складывается на такой интересной ноте с вопросительным знаком и даже благоточием завершать программу. В прошлый раз мы как раз закончили в преддверии саммита в Саудовской Аравии, а вот теперь, видите, очень интересная ваша мысль, которая, я считаю, достойна того, чтобы ее по меньшей мере обдумать, а кроме того, ну, в ближайшей неделе покажет, какими будут события. Да, Маша, совершенно верно, абсолютно с вами солидарен. Желаю вам самого прекрасного периода этой недели, просто чтобы жизнь била ключом, и я надеюсь, что мы с вами обсудим все самые интересные события происходящего времени именно вот в ту точку самого интересного. Мне кажется, в следующей неделе будет очень интересно. Спасибо вам большое, Алексей, спасибо за ваше время, за ваши прекрасные комментарии и ответы. Что ж, встретимся ровно через неделю, и я также прощаюсь с нашими зрителями. До встречи ровно через неделю. До встречи. Всего доброго.